Приветствую вас. Это программа «Здравый смысл» в студии Алексей Вербицкий. Как призывают в армию в условиях пандемии и какова ситуация со здоровьем перворайских призывников, сегодня обсудим. У нас в гостях военный комиссар Перворайска и Шалинского района Евгений Наумов. Евгений Викторович, приветствую вас. — Здравствуйте. — Я вот с чего бы хотел начать. 85 лет военкомату Перворайскому. С какими достижениями в работе военкомата, в вашей работе подошли к этой праздничной дате? — Ну, первое достижение сегодня 15 июля. Сегодня последний день призыва. Сегодня фактически закончился призыв граждан на военную службу в апреле-июле 2020 года. Значит, план для городского округа Перворайск был поставлен поставить в войска 150 человек. Мы поставили 155. То есть перевыполнили план на 5 человек. И замечу, что это в условиях ограничений по коронавирусной инфекции. — А вот какие ограничения? Как вообще призывная кампания проходила в связи с угрозой коронавируса? Какие отличия по сравнению с прошлыми годами? — Ну, насколько я помню, ограничения у нас ввели где-то в 20-х числах марта, правильно? — Да, в конце марта. — Да. И то есть мы готовились с 1 апреля начать медкомиссию, как положено, сдачу анализов. И тут грянул кризис. — Вот. Значит, до середины мая мы сидели все по домам фактически, правильно? Ну как? — И призывники включительно. — И готовились, затая дыхание. Что же будет дальше? — Ну, благодаря тому, что в нашем военкомате, да, кстати, это можно еще из достижений, мы создали автоматизированную, будем так говорить, систему учета граждан, подлежащих призыву на военную службу. — Вот. Создали программу в Excel, то есть не по личным делам, как в 1936 году, значит, идет работа с призывниками, я имею в виду статистическая информация и доведение до призывников какой-то информации, а в компьютерном виде. — Благодаря этому мы сумели, так как были ограничения по коронавирусу, мы не могли вручить повестки, потому что ведь нельзя ходить по домам и заражать людей, и самим заражаться. Значит, и была поставлена задача, что повещение производится только по телефону. — Вот. В результате того, что на призыв оповещается, вызывается порядка 700 человек по-перурайскому, да, представляете, это какой вот объем работы, а в отделении там 4-5 человека работают всего. Вот. Ну, и благодаря вот этим, как сказать, инновациям, новшествам мы смогли оповестить вовремя всех. — Благодаря помощи администрации города Певрайск, и в частности заведующей поликлиникой Сергея Леонида Алексеевича, мы смогли организовать сдачу анализов, потому что человека, чтобы отправить в армию, люди думают, что человек пришел с мешком и поехал в армию. Прежде чем все это сделать, необходимо провести ряд мероприятий, которые занимают не один день. — А вот в этом году, я извиняюсь, перебил, анализы на коронавирус тоже сдавали призывники? — Немножко позже могу сказать. Давайте сначала начнем с первых шагов. То есть человек должен сдать анализы. Анализы занимают с момента сдачи до момента получения 7-10 дней. После этого он проходит медицинскую комиссию, и по результатам анализов медицинской комиссии делается заключение его годности к военной службе. То есть это уже вот сколько дней у нас уходит на подготовку человека к службе в армии. По поводу тестов, значит, все, кто отправлялся в Егоршино на областной сборный пункт, уже непосредственно для прохождения службы, по прибытию на областной сборный пункт, там у них забор крови делали все, кто приезжал, вплоть до сопровождающих, делал тест на антитела. — Коронавирус. — Да, но это экспресс-тест, это не тот тест, который делается долго. И у всех, слава богу, у нас ни один человек из отправленных не был возвращен назад, хотя в других городах были случаи. — Куда идут служить оперативские призывники? — Призывники, как всегда, как и в этом году, идут во все рода и виды войск вооруженных сил Российской Федерации и во все регионы нашей необъятной родины, от Камчатки до Калининграда. Плюс в этом году, ну и в прошлые годы у нас осуществлялся набор и отправка граждан в научные роты. Что такое наручная рота? Это граждане, имеющие высшее образование, по специальностям, там довольно большой перечень специальностей. — Какова ситуация со здоровьем призывников? Какой процент призывников годен к службе в армии? — Ну, процент, он примерно один и тот же, из года в год, 60-70% от освидетельствованных граждан. В принципе, он держится всегда на одной и той же цифре. — Спасибо вам за беседу. — Спасибо. — Спасибо телезрителям. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»